Это научный исследовательский институт, и, соответственно, делал класс, просто, париклажный, как положено, я просто, я не пускаю. Сейчас я вам правила дискуссия и СН, буквально с двух слов, что там написано. Руки в плечи не совать, кормите обезья на расстоянии вытянута руки, приведите свои очки, телефоны, фотоаппараты, всякое прочее. Администрация за потерянные вещи не несет ответственность. И самое главное, взрослые следят за детей, детей быстро не подписать. Я вам расскажу, кто здесь сидит, да и что сидит, а вы внимательно. Начнем с того, что исследования на обезьянах проводились очень давно, еще в глубокой древности. Есть среди, что декабрь Назов и институтировал на обезьянах. Но до конца 19 века все исследования населились в иных характерах. В 1915 году был такой крупный московский ученый Илья Ильич Швечников. Он выделил идею о создании питомника обезьян специально для института исследования. И эта идея осуществилась в 1927 году на территории бывшей дачи московского фигурта Алисе Александровича Астраобова. Днем открытия нашего питомника принято считать даты 24 августа 1927 года. Так как в этот год туда были приведены два павиана гамадрила и два шимпанзе. На территории Сосумского фигурта Алисе находит около 600 оселин, три площадки, 60 светок и 7 видов обезьян. Первая ветка наш, первый вид, да потом подойдем по выдвигу, про них тоже вам расскажу. А пока что в нашей ветке в советское время у нас находился большой ветер вольник. Здесь сидели около 6 тысяч обезьян. Но во время глухня втаска войны, к сожалению, в 1993 году все фигуры открыты. Часть обезьян погибло, часть обезьян, а часть была вынуждена вазерских ветерах. И они уже нам не были отбежать. Давайте подойдем к его ветке. Ихать. КОНЕЦ КОНЕЦ А вот и в России редис-фактор крови был обнаружен на этом ветке. На этом ветке встречаются связки человеческих болезней, такие как хост, гепатит, желтая лихорадка, тибу, куроз, тихо и многое другое. Ареал обидания редисов это Индия, Китай, Yunus и в Кану практически вся часть льда Восточной Азии. Развознение у них сезонное. беременность у самочки берется примерно 5-6 месяцев, в принципе никакой неделе рождается только один детеныш. С момента появления на свет детеныша, самочка его воспитывает примерно года, потом его считается самостоятельным. Ежегодное явление у них это жизнь, связанная с гормональными изменениями. Все видят нас воспитывали по такому принципу, что одно ответное, это одно средство, во главе которой находится один полуоследовый комик, самец мозга. Идем тебя кушать, давай, скажи, поедем. Иди ты у меня, черт, ты не мягкий. Все, ребят, не поздоровай, я стою. Давай тебе кушать. Не кормлю, мальчик. Нас лови она гамотылами, в большую сторону, заберите внимание, одна официанка у нас сидит, зеленые мартышки, пациент, друг зеленые мартышки, носит такое название, засвет отверстия. Хвост в небо обещал, полтора раза. И при перелете с ветки на ветку, хвост у них служит как грудь. Они являются зеленые мартышки, школьными лабораторами и животными, занимают их до 3-5 лет. Также живут они высоко на берегах. На землю спускаются только в редких почвах, потому что боятся разных птичков. И, к сожалению, в Африке, где они у нас обитают, это племя, которое ходится на этих вредных обезьян. Он очень красивый, очень редкий вид обезьян. И обратите внимание, у них как бы шапочки на голове. Бабьяна, Гамадрила, семейство Бабьянов, Гамадрила, во главе этого семейство находится один полувозвелый санец, санец на гагуру. Сейчас у нас находится в утрене, в специальный домик, куда они могут заходить без чьей-либо помощи, так и с днем и ночью. В данный момент он находится в утрене, но если к нам выйти, я вам его покажу. Ареал обитания Бабьянов, Гамадрилов, это центральный джандал, в котором живут эти особи только на скалах. С момента наступления полувозвела, у самца вырастает серебристая грива. Ипостейцы его прозвали плащиносты и собака-голубые. Общаются они в клубе, с помощью 20 звуковых сигналов, 70 глядов и 50 глядов. Очень агрессивно, очень отличный вид. Детям, пожалуйста, близко не подходите. Стоит красный запрещающий, это близко знать, как ходить, кормить и сразить запрещение. Это у нас самочка, это девчоныш, а вы еще не получите сам самая какау. Он в клубе, 3-4 см, он в таких двух двух размеров. Аккуратно, детей близко, не отпускайте. Давайте пройдем к этим японским, про них тоже поговорим, а потом пройдем дальше. Семейство макаки японских, макаки японских, но все такое название, потому что обитают они на сборка мараконских острова. Это самые северные приматы, живущие в суровых условиях, они могут выдерживать минусом температуру минус 15-20 градусов. В природе за счет того, что они живут в суровых условиях, у них развида, длинная и пустая шерсть. В нашем ведомнике, как бы, сандры, кем-то с теплой, поэтому длинные густошествия не надо, а и у нас принять. Чтобы не было кровоосвещения, взрослые самцы на северной полувозрелосе являются от своего семейства, достигают полувозрелосе в 4-5 годах. Также, находясь в природе, где в очень высококодных местах, они у нас принимают горячие источники, купаются в пресерах. Очень чистопотно, очень умный, а в зиме. Давайте соберемся и пустим. Рядом с нами взял, выбросил. Рядом с нами взял, выбросил. Рядом с нами взял, выбросил. Ряд у нас только макайте резусы, это связано с тем, что резус самый распространенный вид обезьян, и вроде их начитывают около полутора миллиона. У нас тоже они распространены, так что если вы присмотритесь, то у каждой обезьянки увидите такие специальные номерочки, это не просто номерочки, так как это научно-исследовательский институт, в лаборатории на каждой обезьяны имеется своя медицинская карта. Если вы присмотритесь, у нас еще тут имеются беременные самочки, самочки со своими новорожденными детенышами, так и резусы, которые меняют в это время года. Стоит красно-замещающая табличка, близко к второй клетке, не подходим, потому что вот этот вот самец-вожак у нас очень агрессивный, зовут его Герасим, он может поцарапать или покусать, для тебя я имею ввиду. Это вариант обезьян, которых вы можете покормить, на расстоянии вытянной руки, а потом пройдем дальше в следующем нашем видео. Мама отняла. Мама отняла. Мама отняла. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok и, как правило, они проводились на человекообразных видах обезьян, как орангута и шимпанзе, изучали разные человеческие болезни, желтая лихорадка, тиберкулез, и фосфор, гепатит и многое другое. На сегодняшний день на человекообразные ставят опыту запрещено, потому что это вымирающий вид, к ним отнеслись куманно, и держать их, как и этих смотровых, не имеет смысла, потому что они очень капризные, за ними трудно ухаживать, и они очень дорого обходятся. Ведутся работы по сей день, изучают разные медикаменты, на них изучают лекарства. Гормон ДГАЗ, такая вакцина, гормон омоложения, он уже опробирован на обезьянах, и имеются положительные результаты. Сейчас вы можете подняться к этим клеткам, вот так по кругу пройтись, покормить и сфотографировать этих обезьян, а потом пройдем дальше, там внизу завершим нашу экскурсию. А пока что вы хотите взять. Орешки никто не хочет, они очень любят пакетик. Молодец. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Смотри, Арина. Там-то уже были? Да, Арина? 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 Арина?